Друзья мои, всем доброго дня! Сегодня в Таллине, в культурном центре Сальме, состоится познавательная встреча с известнейшим человеком Николаем Николаевичем Дроздовым. Встреча будет происходить в формате живого рассказа на тему о происхождении Вселенной и Земли. Что же будет в программе? Рассмотрение актуальных вопросов Вселенной, мироздания и методов выживания и, конечно, захватывающей истории о космосе. Напомню, что Николай Николаевич Дроздов, известный советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, а также известен как ведущий телепередачи в мире животных, путешественник и популяризатор науки. Вот сегодня в 19 часов мы идем в культурный центр Сальме, где и будем слушать эти увлекательные рассказы такого известного и многими любимого человека. Я думаю, что скучно там точно не будет. Если у меня будет такая возможность поснимать, то я какие-то отрывочки поснимаю и покажу вам. Все. Во всяком случае, приглашаю вас точно пройтись вместе со мной до центра Сальме. Но я думаю, что будет возможность там немножко поснимать. Я очень на это надеюсь. И все билеты проданы. И вот мы подошли к зданию культурного центра Сальме. Вот оно находится в районе Ивана Коломая. Я об этом районе вам рассказывала. Здесь проходит, во-первых, здесь очень много кружков разных и взрослых, и таких детско-юношеских. И танцевальные, и вокальные, и театральные, и художественные. Разные кружки. А также проходят конференции, семинары, выставки, концерты. Так что занятость у него довольно высокая. А также здесь с 2019 по 2021 год это здание арендует Таллиннский городской театр. Вот. Ну что, давайте поднимемся, да? Осталось полчаса. Надо еще раздеться, причесаться. Пойдемте. Я уже сказала, билеты все проданы. Очень быстро причем. К сожалению, нет. Вот спрашивают, билет свободный. Сейчас пойдем в гардероб. Так, я, наверное, камеру сейчас выключу, потому что одной рукой неудобно раздеваться. Так, ну вот. Зал еще закрыт. Зал вот здесь, вот прямо. Мы с Юлей вдвоем. Всем привет. Передай привет всем. Всем передаю привет. Слышали? Юля всем передает привет. В Солнечную Грузию, в Украину, не в Беларусь. Откуда с там подписчики? Ты громче говоришь, не услышит? Услышит. Услышит? Юля передает всем моим подписчикам привет. И в Нур-Султан, и в Украину, и в Беларусь, и в Россию, и в Солнечную Грузию. Везде, где меня смотрят. Там балкон, да, можно пойдем? Смотрят тебя везде. Даже на Филиппинах. Ой, даже мы не можем по-филиппински передать. Hello, friend. Hello, friend. И смотрят даже в Японии. По-моему, даже двое. Даже двое? Да, двое человек. Они мне писали. Вот так вот выглядит фойе. А я здесь первый раз. Юля первый раз здесь. Сюда. На глади. Не заброс. Глаз, глаз. Да, я думала еще брать на предпоследнем ряду в портере билет. Или на балконе боковые оставались. Что картина посмотреть? Пошли. Там выставка картин. Это, по-моему, Василий Бачу, по-моему. Художник такой. А я знаю. Я где-то видела рекламу. А что-то, ой, выбирайте вот этот пол. Пол? Да. Да, этот скрип от пола. Мне тоже. А, нет, я ошиблась. Тут разные, мне кажется. Разные, да. Ну, у Василия Бачу тоже было в сальме. Может быть, в другом зале где-то. Да. Оператор мой впереди. Вот, люди цветочки купили. Будут дарить. Молодцы. Здание такое большое. По-моему, пять этажей. По-моему. Много-много залов. Мне почему-то напоминает это, как будто студенты перед экзаменами. Вот не знаю почему-то. Как в фильме «Карнавал». В те двери готовятся идти. А-а-а. А там все в одном месте. А, полосы в одном месте все толпились. Так что, должна быть моя коллега, но что-то ее пока нет. Ну, дай ее. Кара. Я пала. Кара. Кара. Вот нам сюда. Да. Так, ну вот, наконец-то мы нашли свои места. И теперь будем ждать. Действа. Мне нравится этот зал такой маленький, правда? Такой уютный. Уютный, такой хороший. Мне понравился. Ты говорила, места плохие, а что они плохие? Очень хорошие. Хорошие, хорошие. Главное, чтобы здесь не сели по два метра. Там люди спрашивают билетики лишние. Вот, да. Это так по-скромнее еще раз было. Ой, не было. Не, а почему можно? Народ любит, когда люди разговаривали за кадром. Продвинемся, да. Так, значит, сначала вернемся к тому, что все-таки даже слово «вселенная», оно неправильное. «Вселенная» — это то место, которое заселил человек, правда? Мы тут вселились как-то. Ну, мы ниоткуда, конечно, не прилетели. Попытка, например, сказать, откуда произошли люди. Да, блин, они прилетели с других планет. Это такая история, значит, через планетян. Вы знаете, между нами, нашей Землей, и другим теоретически возможным планетарным телом, не на звездах живет, живут, правда? Звезды горячие, наверное. С Андромеды, туманности Андромеды, к нам прилетят кто-то, да? Помните? Ну, когда ты читаешь фантастические романы, это очень интересно. Но если ты всерьез думаешь, понимаешь, что оттуда лететь миллионы лет, миллионы лет. Кто из нас прилетит? Мы до Марса. Это вот такая маленькая группа планет вокруг Солнца, да? Тут вот, ну, на соседнем дворе, с точки зрения, не более. Малетарный, да? И туда, например, уже собираются полететь люди. Даже вот Валентина Владимировна Терешкова, моя хорошая, знакомая, многолетняя, так сказать, мы, ну, так, поверхностно дружим, потому что живем в разных местах, но раз в два года видимся. Изумительная женщина, конечно, потрясающая. Она в Ярославле, если у кого выберется время, а немножко вам далековато. Я забыл, что я не в Петербурге, а в Таиле. Немножко дальше, если проехать, в Ярославле, есть теперь центр, космический центр имени Валентины Владимировны Терешковой. Она сама его так создала, спланировала. И там столько много надо узнать, можно, о истории, космонавтике, обо всем. А в самом Звездном городке можно испытать себя в полетах, на учебных самолетах, испытать невесомость, когда самолет падает, знаете, вот так. Кто-то он падает, вы в невесомости летаете по кабине. Ну, они вовремя, так сказать. Опять полетят, так что беспокойтесь. Можно испытать очень много. Но вот все равно мы еще до сих пор толком не знаем, как произошла Вселенная, с чего она остынет. Но самое главное слово Вселенная, ну, глубоко ошибочное. А мы его все равно будем употреблять. Много же ошибочных слов употребляем. Индейцы называют. Краснокожих жителей Северной Америки, правда? Ну, какие они индейцы, правда? А почему это получилось? Потому что, когда Колумб поплыл на запад через Атлантику, они не знали о существовании Америки. Они потом, если они поплыл на запад, они наткнутся на Индию, правда? То есть в Индию надо плыть мимо Африки тогда, из Советского канала не было. Это обогнуть так вот. Потом Индию проплыть. А что, что там Китай дальше, они тоже не знали. Они знали, что до Индии можно там плыть. Так вот, с юга на восток. А если запада, как раз на нее наткнешься. Если земля круглая, конечно, при условии. Они уже как-то время были уверены, что она круглая. Это был 1498 год. И папа на Колумб наткнулся. И бегают люди, как это краснокожие. Индийцы, как их и назвали, индийцы. А вот теперь же приходится различать индийцы. Индийцы – это жители Индии. А индийцы – жители Северной Америки. Так называемые краснокожие. Ну, цвет кожи – это, так сказать, расовый признак. Ничего такого не унизительного, не завершающего нет. Вы живете на севере, будете иметь белую кожу. Вы живете на юге, будете иметь черную кожу. На юго-востоке поживете, желтыми станете. Ну, не за одно поколение, конечно. А так потольше пожить, меняется цвет кожи. Соответственно, окружающей природе. А в смысле соображения, то везде бывает и по глупее, и поумнее люди, так что никакого признака такого расового нет. Есть расовая теория. Расы существуют, а есть еще и расизм. Тогда бы не было сомнений. Все вокруг меня. Ну, это вот студенческий взгляд на эти важнейшие открытия человечества. Вращение Земли, то, что она круглая. Для вас это сейчас, ну, само собой разумеющийся факт. Правда, Земля круглая. Она вращается вокруг себя. Потом она вращается вокруг Солнца. А дальше, вот вы даже не все отдаю себе отчет, что она вращается вокруг Солнца. А Солнце-то вращается вокруг центра. Как охотник местный. Хороший мужик, ему лета 60. Такой охотник на медведя охотился. 19 медведей убил там. Ну, это для себя, для еды, для того сего. Это их дело. Они местные жители имеют право. И вот он рассказывает, значит, идем-идем, поляна. А он у нас на 25 километров в лес без всякого, без дорожки. То есть его собственной тропинке, которую он знает. Если он сейчас нас бросит, то вообще мы пропадем. Наверное. Ну, вот завел нас. Сели на поляну. Поваренное дерево, силеное. Это мое любимое место. Я тут покурю. Доставляю махорку, там сворачиваю. Эта самая свою цигарку закуриваю. Мы сидим. Он говорит, какая жизнь стала? Чему учат детей в школе? Представляете, внуки приезжают ко мне в деревню и говорят, деда, а земля-то вертится. Ну, какие глупости. Чему учат детей? Ужас. Ведь, понимаете, я же понимаю, я же на земле живу. И, понимаете, я хожу здесь на охоту 30 лет. Вот эта поляна. Его, понимаете, что значит вертеться там. Понимаете? Поляна. Вон там стоит сосна. Видите? Большая. Она от поляны, значит, на чистом месте стоит. Я ей вот 30 лет вижу, эту сосну. Ну, если бы земля вертелась хоть потихоньку, она бы уже давно бы там была. Правда? Логично же. Тут она вот так вертится и все. А тут не вертится. Вот так стоит 30 лет там. А их учит эту. А нас прямо в церковно-приходской школе учили. Греческому языку. Третий мужик какой-то греческий язык может, да? Могут, Олег, Торбитух, Робок, Слесица. Значит, перечислять там, наверное, по 20 слов по-гречески сказано. Это вот так и церковно-приходская школа. Там учили церковно-славянский, греческий. С которого перевели Библию на церковно-славянский, а потом, что церковно-славянский на русский, так? И у нас, наверное, на эстонский тоже перевели на Библию и Евангелие, так? И вот, представляете, логика железная. Но я своему другу говорю, Петя, не скажи ему только, что она еще круглая, а то он сейчас нас тут просит. И уйдет, скажет, сумасшедший. Мы так засомневались, правда, не вертится, но видно, что не вертится. Вспомнили это он как раз Коперника, который, значит, вот я могу даже сказать, какой год это был. Бедный Коперник. Да, не так далеко. Он, значит, родился, родился Коперник в 1473 году, ушел из жизни в 1543 году, это 70 лет прожил. И в 1510 он сделал это открытие. Узнал, что Земля вертится. Вот Коперник, я, например, не могу доказать этого. Вам вот если меня спрашивают, докажите, что я верю. Не знаю, я верю. А почему я верю? Ну, вообще, это нельзя призвать. Вера и знание – это разные вещи. Вы можете верить в Бога, во всякие высшие силы, все это вера. Вы представляете себе, вера в свою когда-то помогает. Вера в победу, например, если вы воюете с кем-то справедливым, правда, за справедливое дело. Победили – браво. Значит, вы верили в победу, они тоже знали, правда. Доказать это невозможно. На минуточку могу привести историческую справку. Значит, генерал Гудериан, знаете, танковая армия Гитлера руководила. Вот, говорит, 22 июня переходит к грани Советского Союза. И рассчитывая скорость немецких танков, и зная, что, ну, в общем, впереди у 100 километров до Москвы, он говорит, через 7, докладу этому телеграфирует, через 7, максимум 10 дней будем в Москве. Ну, помните истории. Они даже не брали сегодня зимние одежды, не демисезонные, прямо в летней одежде пошли наступать. Ну, сейчас через недельки, максимум 2 недели, и придем в Москву, о чем речь. Вдруг он заходит, сзади все горит, партизаны там, никакое снабжение прервано, в общем, ужас. Ну, и началось. В дальнейшем вам известно. Так вот, значит, это вот, он верил, но как-то есть вера, есть самоуверенность, понимаете. Вот самоуверенность, это очень плохое чувство, которое подвело все руководство фашистской Германии, когда они наполняют ногами. А это зря, в общем, все. Никогда этого не стесняйтесь, это оздоровительная процедура, не больная. Как минимум, это оздоровительная, кроме того, веселяющая. Ну, вот, значит, мы только теперь, мы начинаем понимать, действительно, какая мы причинка, но давайте теперь дальше думать. Наступило советское время, в котором я в середине его жил, так сказать, и живущая детей сейчас. Так, я живу там. Вот, это бывают такие случаи, когда у меня одна знакомая, она в научно-исследовательском институте работала, и у них научно-исследовательский институт, а травмальная остановка, там кладбище было, и она за кладбищем, травмальная остановка, надо было ходить от института до травмальной остановки через кладбище. Ну, там центральная такая лейка, но все-таки, когда они все компании идут с работы нормально, она засидела за бумагой, выходит, темнеет уже, все подружки ушли, одно идти через кладбище, как-то неуютно смотрят, как-то мужчина уходит у входа в кладбище. Он говорит, извините, вы же не проводите меня до остановки, что-то одно как-то через кладбище не очень приятно идти. Говорит, пожалуйста, пошли, значит, идут, что-то поговорили там не о том, не о сем, а за погодой, а то в другом. Вот он ее довел до выхода, она говорит, спасибо большое, вы знаете, а то я так, так боюсь вот это, через кладбище хотя бы надо. Он говорит, вы знаете, я раньше тоже, когда был живой, боялся. А первое, что я скажу, как бы что. Вот, так сказать, вот так и было, когда я жил. Так вот, когда я жил в советское время, там я помню, астрономия была моей любимой наукой, так? И вот, представляете, я, значит, всю читал про астрономию, переписывался с одним доцентом, который в планетарии книжки издал, я ему школьникам писал письма, он мне отвечал вообще. Так, за то, что отец мне помогал тоже в этом деле, учил там всему их планеты, даже северное сияние. Северное сияние, вот один раз мы под Москвой фиксировали, оно было не очень сильно, такие сполохи, столбы такие стояли. Но отец высчитал, в какое время должно быть северное сияние, максимум магнитной активности на Земле, вот в полюсах, когда магнитная активность, это активность Солнца передается, значит, сюда, и вот начинается вот такое освещение. И вот, значит, в то время, о Вселенной книжке были, о галактике уже понятно, что это не скопление там маленьких звездочек, это громадные галактики больше нашей, сколько их тогда еще очень не понимали, ну, в общем, наша Вселенная, происхождение Вселенной, вот тема нашей, да, происхождение. Ну, то, что Господь Бог создал Вселенную, это по Ветхому Завету ясно, правда, всем верующим и даже и неверующим, куда деваться, тот же должен был создать Вселенную. Там все описано, там, в том числе, начало было Слово, Слово было Богом, Слово было Богом, и потом, и только вот, и ничего не было, только дух метался, дух метался какой-то. Почему он метался, не знаю, ну, это перевод через четыре языка, значит, с древнеарамейского на иудейский, с иудейского на греческий, или на латынский, на греческий, с греческим, на савянский, на русский, что-то заметалось там, но надо смотреть на первоначальное слово, да? Дух только был, вот дух, и тогда Бог сказал, да будет свет. Появился свет, отделил небо от земли, потом создал, значит, небо от земли, о том, что он и звезды создал, то есть, но по его, так сказать, описанию, в то время он тоже чувствовал, что те, кто писали, считали, что земля – центр всего, мироздание. То есть на земле он создал растения, животных, моря, и, в конце, человек отдельно, на шестой день, по-моему, на седьмой день отдыхал, так, по-моему, да? Правильно? На седьмой день отдыхал. Ну, после трудов, правильно. Вот, и вот это было, так сказать, основным взглядом на происходение Вселенной религиозное, ну, которое, конечно, наука не принимала, а в науке было сказано, что наша Вселенная вечно и бесконечна. Причем, конечно, еще западные, там, буржуазные астрономы думали о том, как, что, откуда она возникла, что и как. А вот решили – вечная и бесконечная, то есть вот она идет отсюда до бесконечности, и до бесконечности. А как это? Ну, а как? А что другое? Если вы скажете, вот до этого места дальше все равно что-то идет, правда? Вот она же и есть, и идет до бесконечности. А уму через кому этого не понять? И она была, всегда-всегда была, есть и будет. Тоже не совсем понятно, что есть кому, ну, мы еще не доросли, да что же это понять? Вот так объяснялась. Но она вечно, бесконечно это освобождало ученых и вообще всех людей от мысли о том, кто создал карты. Сдает, так называют. Сдает, ну, говорит, так, значит, играем под Китнова с проходом. А кто будет мухлевать, обманывая, того будет бить сам по наглой рыжей морде. Кого это он сказал? Лисичку. Кого он имел? Лисичку. Лису? А еще кого? Лису. Будьте умницы. Кто это сказал? Поднимите руку. Или боитесь, нет? Молодец. Ну и кого? Конечно. Это не только лиса. Спасибо. А правда боитесь спать? Ну, и правильно. Значит, ну и нафиг. Безже жить. Приедет он сюда еще, найдет тебя. Там нет какого-то. Можно это считать чудом поначалу, да чудом. Вот кто-то считал, что чудо затмения солнца. Оказалось, это регулярные, так сказать, астрономические явления. Каких признанований у него нет, да? Тоже чудом считалось еще. Вот сейчас, например, я взял книгу «Чудо рождения». Видите? Чудо рождения книжки. Ну, удобно. Что тут? Духовное значение материнства. Как вам нравится? Духовное значение материнства. И вопрос такой. Эта книга расширяет общедоступные знания о материнстве с точки зрения теософии, вот это, науки о Боге, да. Что особенно важно для современной цивилизации. Брак и родительство священно действенны по своей природе, а материнство – кульминация божественной любви. Мать исполняет главную роль в драме «Творение», потому что рождающийся ребенок – это целая вселенная. Вдохновенной любовью союз родителей дает миру совершенных детей. Совершенные дети – совершенная шестая цивилизация. Хорошо. Слово индивиду здесь не сказано, но вот «Чудо рождения», понимаете, здесь вот написано, вообще тоже неплохо сказано в этой книге. Знаете, что? Эта книга – ясновидческое исследование образования и развития ментального, эмоционального и физического тела человека во внутривробный период. Она расширяет общедоступные знания о материнстве с точки зрения теософии, что особенно важно в период перехода к новой цивилизации. Учтите, мы сейчас на рубеже. Не смейте с тобой. Браки родительства в священно-действии на своей природе и мотивируется к умуляции божественного мира. Так что мать исполняет главную роль в драме «Творения», потому что рождающийся ребенок – это микрокосмическая вселенная. Вдохновенная любовь из родителей дает миру совершенно детей, совершенно дети, совершенно шестая цивилизация. Вот эта книга «Чудо рождения» – ясновидческая анализ. Здесь вот рождение ментального, эмоционального и физического тела. Формирование, за месяц беременности формируется физическое тело, но это мы видим, да, но еще и ментальное, то есть эмоциональное. То есть все, как говорится, первичные знания, заложенные в наследство, характер. Ну, ребенок уже знает, что ему делать с самого начала, то, что ему нужно, а дальше мы его учим. И вот смотрите матери, и смотрите папы тоже. Не ссориться с женой, не ругать ее, когда она беременна, холить или леет, чтобы ребенок жил даже внутри утрога, чтобы был в радости. А это вот ясновидческий, этот автор, он может видеть. Ездишь, слышали об отдельных даже детях, которые вдруг видят, что утропит человек, но видят насквозь вот такое. Это явление очень редкое, но все-таки оно существует. И поэтому, так сказать, отмахиваться от этого не надо. И вот ясновидческий рассказывает на разных месяцах беременности, как формируется физическая, ментальная, эмоциональная сфера. Человека. И вылезает ребенок уже. А? Пожалуйста. Джеффри Ходсон. Джеффри 2Ф. Джеффри Ходсон. Фамилия Ходсон на муку Х. Ходсон. Джеффри Ходсон. Чудо-рассо. А кто задал вопрос объяснить мне сейчас? Пожалуйста. Я попробую дополнить. Это, конечно, условно. И Жуаша ничего не понимает. Просто замечательный проезжей. Мой вот друг и учитель Дэвид Аттенборок. Он такой. Вот я хотела спросить, знакомлю ли он с Дэвидом Аттенборок. Нам что-то передать. Умница. Он, значит, когда уже стал пожилой, ему сейчас 92 года уже. Продолжает делать передачу. Ну, в музее где-то там. Очень интересная передача. Он сидит у себя там в садовом участке. И там ёжики выползают, значит. Вот ёжик самец за самкой побежал. И они так в углу где-то, значит, занялись интимом. А вы знаете, как спариваются ежи? Да. Так, все там что-то скажут. С осторожностью. Абиби в область. Да, это область в область. Продюсер и худрука. И они эту мальчишку с пяти лет приводили к нам на передачу. Тоже видел. И он там сначала просто сидел, просто смотрел. Ну, дома не с кем оставить. Для него, знаете, кого-то сейчас привезти просто со стороны. Чтоб такой, я на телевидении. А ты на телевидении. Нудные работы, которые отец мой занятый. Ждать целый день нужно. Скукотища там. Но когда его стали привлекать, значит, там детская страничка. Он же 10 лет, в прошлом году, когда был, 50 лет передачи. Он же 10 лет в этой передаче участвовал. Ему же сейчас 16 лет. Я вот ему передал, потому что один год, два соведущих. Сделали, чтобы народ к нам подмены поют. В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы сделать как можно больше добрых дел. Есть ли жизнь после смерти? Конечно, еще как. Есть еще и реинкарнация. А еще такой, ваша свобода размахивать руками кончается там, где начинается мой нос. Понимаете, вот так можно махать руками, пожалуйста. То есть ты при этом зацепляешь кого-то другого, это уже ты мешаешь свободе другого. То есть все вокруг нас так много, и мы должны считаться друг другом. Я сейчас думаю, как вы сейчас будете ругать, что я вас так и курина продержал. Вроде и уйти неудобно, да нет. Я уже попустил. Можно ли быть осознанным человеком? Не можно, а нужно. Не знал, не помню о законах Вселенной. Вот о законах Вселенной можно не помнить, а узнать о том, что должен делать добрые дела. Их можно без всякого знания о происходении Вселенной, правда же. Так что давайте, прежде всего, думать о своей семье, о близких, о родных, о своем коллективе рабочем, ведь у него работают и о школе, в которой учатся. Вот это еще очень. Всегда. Ну, некоторые говорят, а я вот в школе устроил там выходку какую-то, я там учитель, учитель довел там. Ну, ты чего не помню, ну, ничего хорошего, ну, ты проявил свое, так сказать, внутреннее такое хамство, ну, и чего. И, конечно, некоторые мальчики говорят, ох, ты какой-то смелый. Ну, чего ты смелый, ты знаешь, тебя за это не накажут, рук сорвал, как хорошо. Ничего хорошего. Вот в этом смысле надо быть. Всегда стараться сделать такое доброе дело, которое даст какую-то пользу для окружающих. Что нужно учесть, чтобы понять или приблизиться к пониманию Вселенной. Ну, вот, послушайте эту лекцию и пока хватит. Не будет, не будет полного понимания Вселенной беспокойной. И у меня полного понимания. У меня каждая лекция, я все по-разному читаю. Я все думаю, то, что вы услышали, в предыдущих лекциях не было. Что появилось раньше, курицы или яйцо? Это философский вопрос, над которым ломают голову все философы, начиная с самых-самых дальних времен. Но, во-первых, конечно, если надо думать, что птицы образовались от рептилий, от рептилий, которые тоже откладывают яйца. Если так условно подумать, что сначала отложено было яйцо рептилией, то в этой рептилии были заложены качества будущей птицы. И выявилось, ну, не курица, конечно, а археоптерикс, например. Помните? Археоптерикс. Умнем. Самая древняя птица. Она, конечно, возникла от рептилий. И еще очень похожа. Так что все присутствует. Аббок, которые древние люди, птица. Так что считайте, чего придет потепление климата. Очень плохо. Будет подъем в уровне океана. Зато многие приморские города. Да. Ну, все эти статьи морда все можете прочесть в этой газетах, в журнале. Об этом так много пишут, что будет очень нехорошо. Так и бороться с припевением надо. Соответственно, мы с тем, что мысли материализуются. Абсолютно забыли. Нет, это правда черт. Как же эта наука выяснила, что существует миллиард галактик. Там никто не путешествовал. А это же не путешествия, это съемки телескопа Хаббла и другие. То есть мы думали, что там тысячи. А когда мы снимали с этого Хаббла, который летает уже, Бог знает, где и снимает. Он за пределами уже солнечных. А без слов Бог никак не будет. И насчитали вот сейчас миллиарды галактик за счет тех снимков. То есть за нас путешествуют вот эти летающие радиотелескопы. Смотрели вы фильм «Интерстеллар»? «Интерстеллар» и появился Панер Суньвам. Вот не могу сказать, что Панер Суньвам, потому что не видел. О чем это? Что такое ваше время спасет? Время – это очень серьезная вещь, потому что некоторые говорят, что время относительно Пейнштейна. Если будем лететь со скоростью света, то мы вроде стареть не будем. Но, слава Богу, мы еще в состоянии, где никогда на нем не научились. Даже близко к этому. Распределимся на прошлом. Надо прочесть, как пыталась убежать. Ваше отношение к теории большого взрыва строго отрицательное. Я уже и возложу тут безумие взрыв. Может только что-то разрушить, но никак не создать. Какое место на тебе советуете посетить? – Командорские острова. – Галапаготские острова. Интересно тем, что они расположены на экваторе. И там вы можете убедиться в том, что… Такой странный вопрос. А живут ли Пингвины на экваторе? Бред какой, правда. Некоторые думают, что они и на северном поле тоже живут, или в Арктике. Пингвины только в Антарктиде живут. Потом по южным берегам Австралии, на самые южные берега, на юге Африки, на юге Южной Америки. Но вдоль Южной Америки, в западной ее стороны, на север идет сильное течение холодное, прямо от Антарктиды. В течение кумбольта. – И пингвины. – И пингвины, да. – И вот это кумбольтовое течение достигает там Галапаготских островов на экваторе. И пингвины, которые вот были там, пингвин, кумбольта как раз и один из, ну, часть популяции расы залетела туда, на этот самый, на Галапаготские острова. И там ныряешь под воду, тут проплывает акула, значит, тут скаты, тут дельфины, мимитя, против друг, ныряют пингвины, мимитя, проплывают. А потом морская игуана, которая питается, игуаны растениями питаются, вот там сплошные вулканические скалы, у них ничего не растет. Ищет куча игуан, они греются на этом солнышке, солнце уже горячее, вода холоднющая, он ныряет в холодную воду, ищет течение, там вцепляется, лапами прям в скалу подводную, а тут воды все разное, здесь жадно жрать эти водости под водой, добиваясь в холодильник, холодильник. Продолжение следует...